Донец-Горводоканал, по словам директора предприятия, разработал около 90 инновационных проектов, которые позволят повысить качество обслуживания жителей города. В данный момент на этапе реализации находятся два проекта. Установка комплексов автоматического регулирования давления на сетях Донецка позволит значительно сократить количество потерь питьевой воды. Мы, водоканальцы, называем для себя как регуляторы давления. Как объяснил Юрий Перебейнос, этот проект актуален для Донецка, так как из-за неровности рельефа города давление в водопроводных трубах на различных участках сильно отличается. Так появляются точки избыточного давления. Трубы не выдерживают напора и лопаются. В числе зонных избыточного давления у нас произошло за год 716 аварийных ситуаций. Потери воды более 3 миллионов кубов, затраты на аварийно-восстановительные работы 1 миллион 200, и в общем затраты порядка 15 миллионов гривен. Донецк Горводоканал решил провести эксперимент по решению данной проблемы. Пилотный проект весьма успешно стартовал в поселке Ивановка в Киевском районе. Давление в трубах снизилось в 7 раз до нормального уровня, а количество аварийных ситуаций сократилось в 16 раз. Цель проекта позволит нам экономить электроэнергию на 4 миллиона гривен. Уменьшение потери воды, это все в деньгах, на 10, почти на 10500 тысяч гривен. Окупаемость проекта составляет 2 года, снижение потери воды на 10%. Донецк Горводоканал планирует реализовать данную программу уже к началу лета. Второй проект будет проводиться в Калининском районе Донецка совместно с Донецкой городской теплосетью и Калининским жилищно-коммунальным управлением. В каждом доме будут созданы индивидуальные тепловые пункты и установлена передающая аппаратура, которая будет в режиме онлайн передавать информацию о состоянии сети тепло- и водоснабжения в управляющую компанию. Экономия отнедрения данного проекта составит газ 479 тысяч кубических метров, электроэнергия 242 тысячи квадрат-киловатт-час, и уменьшение затрат на аварийно-восстановительные работы порядка 2 миллионов. То есть окупаемость проекта составляет 6 лет. По словам Юрия Перебейноса, только эти два проекта, которые будут реализованы в ближайшем будущем, позволят значительно сократить потери водных и энергетических ресурсов города. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Первый муниципальный.